Чаралабадский колледж отдел педагогической и социальной работы Дисциплина «Основы начального курса математики и методика преподавания математики» Преподаватель Нурматова Майрамгуль Группа БКМБ-318 Студентка Урозалиева Егерим Рустамовна Тема «Умозаключение» План 1. Структура теоремы, виды теорем 2. Умозаключение и их виды 3. Способы математических доказательств 4. Суждение – это форма мышления, в которой что-либо утверждается или отрицается о существовании предметов, о связи между ними и их свойствами или отношениях между ними. Например, в равнобедренной треугольнике медиана, проведенная к основанию, является бисектрисой и высотой. 4. Умозаключение – это форма мышления, посредством которой из одного или нескольких суждений получается новое суждение. Например, доказательство любой теоремы, например, теореме о медиане равнобедренного треугольника, представляет собой цепочку умозаключений. 5. Основные виды математических суждений Таковы первые аксиомы Это предложения, принимаемые без доказательства. Определенные числа аксиом образуют системы отправных исходных положений некоторой научной теории. Эти же аксиомы лежат в основе доказательств других положений этой теории. В границах построенной теории каждая из аксиом принимается без доказательства. 2. Постулот Это предложение, в котором выражается некоторое требование, которому должно удовлетворять некоторые понятия или некоторые отношения между понятиями. 3. Нередко постулот является частью определения некоторого понятия или некоторой системы понятий, однако с точки зрения логики термины постулот и аксиомы понятия равнозначны. 3. Теорема Это математическое предложение, истинность которой устанавливается посредством доказательства. В теореме должно быть ясно указано, при каких условиях рассматривается в ней той или иной объект. 4. Что об этом объекте утверждается? 5. Умозаключение С помощью суждений выражается результат восприятия. Например, суждение – это фигура окружности. 2. Опосредованное Суждение возникает в результате особой мыслительной деятельности, называемой умозаключением. Например, множество данных точек плоскости таковы, что их расстояние от одной точки одинаково, а значит, это фигура окружности. 3. Математическое предложение Умение правильно строить различные математические предложения имеют большое значение в системе математических знаний. 4. Каждая математическая теория представляет собой множество предложений. 5. Принадлежность предложения к некоторой математической теории определяется двумя признаками. 1. Предложение должно быть записано или сформулировано на языке данной теории, состоять из математических и логических терминов или символов и не содержать никаких других терминов или символов. 2. Предложение должно быть истинным, то есть являться или сходом истинным предложения данной теории, или его истинность устанавливается доказательством с помощью уже известных истинных предложений. 2. Предложение должно быть истинным, то есть являться или сходом истинным предложения данной теории.